всем добрый день извините что так сумбурно я ехала из рязани к вам у нас сейчас удаленный режим работы поэтому я сейчас работаю из дома выезжаю только на какие-то мероприятия вот 40 минут назад с поезда мне попросили рассказать вам про лес в частности о выращивании леса я бы хотела прежде чем начать что-то рассказывать спросить у вас почему вам интересна тема леса может быть не вы с ним как-то соприкасаетесь как-то с ним работаете ну помимо просто прогулок может быть у вас есть какое-то более тесное взаимодействие я готова пообщаться вы выезжали понятно кто-нибудь еще хочет что-то добавить кто-то грибник грибник может быть кто-то лесник ну смотрите хоть тема называется как сажать или точнее выращивать лес я бы хотела начать вообще с определение что такое лес прям как в школе но нет тоже у вас хочу спросить вот что для вас лес как вы себе вы представляете понимаете что это такое такая совокупность деревьев кустов травы животных птичек еще какие-то версии мне кажется привет отлично отлично мне кажется вы прям самый корень самого начала попали так мне дали кликер о все работает да вы правы леса целая экосистема так называемая лесная среда которая состоит из кучи элементов и даже если вдуматься то и почва в лесу особенно и воздух и все ручьи реки и все что составляет лес это тоже является частью лесной среды достаточно сложная система в которой все взаимосвязано и все подчиняется определенным законам и правилам так и сейчас я хочу вам немножко поподробнее рассказать про эту самую лесную среду среду и вообще про характеристики дикого леса начнем с дикого потом перейдем уже к выращиванию вот да сначала лесная среда в каждом лесу таком хорошим диком на много тысяч гектар есть лесная среда и основными характеристиками являются и температура свойственны только ей влажность и затенение и ветровая нагрузка все там особенное и свое вот например если мы возьмем температуру то наверняка вы знаете что летом когда заходишь в лес там прохладней днем а если ночью зайти в лес то там будет наоборот теплее чем на открытом пространстве это что касается температуры вот про ветровую нагрузку тоже хочу вам рассказать не знаю может быть вы обращали внимание но когда какие-то большие вырубки много гектарные то иногда стены леса начинают вываливаться то есть вот квадрат да как нас обычно рубит лес и какие-то деревья вываливаются достаточно активно кто-то может подсказать почему так происходит именно вот на стене леса где в середине вырубили а по окружности но еще они же являлись частью леса то есть вокруг них тоже был лес и они привыкли когда они росли к определенной ветровой нагрузке как только стена леса ушла соответственно ветер усиливается деревья просто даже не но не могут перенастроиться так быстро и очень многие выпадают при крупных рубках и я вам заготовила еще один вопрос вообще у меня много будет вопросов я решила взаимодействовать с вами мне так интереснее думаю вам тоже что случилось вот с побегами этой молодой елочки я ее сфотографировала в заказники атлика в вологодской области и вокруг нее сначала был лес а потом вот когда мы туда приезжали в этом в этом августе леса там уже нет его вырубили это на границе заказника сам заказник слава богу не тронут вот и вот такие побеги причем не у нее одной а у многих как вы думаете почему так еще варианты интересный вариант еще на самом деле когда меня спросил мой руководитель начальник нашей руководитель нашей экспедиции я тоже не догадалась но вам я расскажу смотрите когда эта елочка росла в лесу ну то есть являлась подростом и лес вокруг нее был такой хороший дикий условия для нее привычные температура там была в принципе примерно одинаковая но когда лес вырубили очень сильно начали ударять заморозки и вот эти побеги они очень сильно страдают от заморозков которые вот если она находится в лесу от таких заморозков елочки не страдают но как только она попадает в открытое место меняется температура и вот такие вот оказии происходят да вот здесь я это написал под пологом такого не случается это что касается лесной среды теперь еще одна важная особенность это способность лесной экосистемы к самоподдержанию вы про это тоже уже говорили то есть сколько может прожить дерево но березы в основном живут до 100 лет где-то дуб может прожить 300-400 лет но иногда больше но лес в целом если он в своем диком первозданном состоянии он может ли жить достаточно долго практически бесконечно потому что там постоянно происходит процесс смены поколений например если произошел какой-то небольшой ветровал появляется оконная динамика да то есть освещение и те деревца которые росли когда-то под пологом они быстро активно пускаются в рост вот и еще один вопрос тоже фотографии из заказника атлика вологодской области здесь к сожалению не очень четко понятно но вот это ствол мертвый разлагающаяся мертвая древесина и на нем насея на большое количество молодых елок вот здесь где мог там такого количества елочек нет как вы думаете почему они не прорастают что вам они не могут прорасти почему не проявиться мог все застилали можно срочно лаза слишком большая но мог он уже обычно очень на глубокое растает глубину растет поэтому вы правы там просто семечко не может укорениться в минеральный грунт поэтому вот этот субстрат до мертвые древесины это вообще отличное место для того чтобы семечку укорениться не знаю как мне стать чтобы вам было видно вот это тоже я там фотографировала это ствол мертвые осины в диких лесах осины вырастают вот такенных размеров удивительное тоже зрелище и вот там пожалуйста прорастает маленькая семечка это опять-таки к способности лесной экосистемы к самоподдержанию и помощи а здесь тоже я для вас подготовил фотографию такой елочки вид этой елочки через много десятилетий когда дерево здесь не очень хорошо видно но дерево уже разложилось под ней и она стоит как бы на курьих ножках это как раз означает то что когда-то под ней был этот мертвый ствол и поэтому она вот выросла такая то есть у нее корневая система немножко снаружи таких елочек достаточно много в диких лесах встречается а в искусственно выращенных как и конечно такого нет потому что мертвую древесину убирают и про взаимосвязь лесных компонентов друг с другом в диком лесу они очень хорошо связаны тесно зависит друг от друга помогают друг другу и приспособлены друг другу ну например возьмем грибы и деревья некоторые грибы помогают деревьям разлагаться определенные грибы определенным деревьям и определенные деревья служат местом обитания определенных грибов с праволежника подрос молодых деревьев я вам сейчас показал пример да когда елочки насеиваются на стволе старой древесины а кто мне может сказать про птицы млекопитающих про желуди дуба и орешки кедра какая здесь взаимосвязь кстати это не только касается съедания тут некоторые живности например сойка она запасает большое количество желудей в разных местах и просто забывает об этом и они там потом прорастают вот вообще дуб он в отличие от сосны и березы достаточно сложно ему размножаться распространяться потому что если семена сосны и березы разлетаются на огромные расстояния то желуди дуба просто падают вниз и без помощи деревьев господи животных или людей которые сажают дубы конечно дубам очень сложно поддерживать себя вот и еще один момент то что чем больше площадь нетронутого дикого леса тем он лучше себя может поддерживать и тем он более важен для популяции тех организмов которые там живут например дикому оленю нужны огромные пространства на севере нашей страны европейской части россии чтобы размножаться питаться и спасаться от хищников так что вот это вот фрагментация если она есть в лесу то конечно она способствует лесной деградации так или иначе но это я все про дикий лес нетронутый большой теперь про лес и атмосферу немножко поговорим ну все знают что деревья поглощают из атмосферы углекислый газ выделяют при этом кислород запасают себе органическое вещество углерод за счет этого растут дышат но хотелось бы отметить еще то что они его не только поглощают но и выделяют особенно ночью не в таких больших количествах конечно выделяют я имею ввиду углекислый газ вот так же выделение углекислого газа происходит при разложении мертвой древесины и конечно еще лесные пожары вносят огромный вклад в выделение углерода вообще страшное дело но на следующей лекции вам пора это подробнее расскажет наши друзья добровольные лесные пожарные вот я бы хотела у вас спросить уже тут есть вопрос какой компонент лесной экосистемы в отличие от деревьев поглощает углекислый газ то есть не дышит обратно как деревья а вот только поглощает накапливает бесконечно долго мох тоже дышит он также разлагается поэтому он выделяет углекислый газ или шайники разлагаются так или иначе со временем да вы правы да да это болото кладовое солнце про которую писал приштин ой пришвин то есть там накапливается постоянно органическое вещество но за счет того что там очень высокая влажность процесс выделения обратно не происходит торф накапливается год за годом в некоторых случаях торфяные залежи могут достигать десятков метров 10 метров вернее и если болото остается в нейтронном состоянии то это прекрасное хранилище углерода но если болото осушают то тоже приходит очень большая опасность это торфяные пожары на осушенных болотах и достаточно сложно тушить если они случаются конечно катастрофа лучше этого не допускать вот лес и реки это вообще очень такое тесное сотрудничество рекам без леса очень сложно рек и останавливает эрозию по берегам и за счет того что талая вода стекает медленнее из леса в реку соответственно уровень воды повышается постепенно не случается каких-то паводгов наводнений вот реки не мелеют потому что наполняются водой постепенно и в целом защитные леса по берегам рек вообще они защищены законодательно не только в россии но и в других странах вот если вы где-нибудь будете гулять в лесу обратите внимание что в основном по берегам водоемов лес не вырублен то есть его прям оставляют разными полосками шириной в зависимости от длины водоема если мы про реки говорим вот и наверняка многие из вас здесь ходят в походы поскольку мы в спортмарафоне и обратите внимание следующий раз когда будете сплавляться по какой-нибудь реке мертвая древесина которая лежит в реке она очень даже благотворно влияет на состояние этой реки я здесь уже написала что замедляется скорость воды и за счет этого снижается размыв берегов почвы и еще за счет того что вокруг упавших стволов образуются всякие водоворотики река насущается кислородом это тоже очень здорово для существ которые там обитают ну еще один компонент дикого леса но очень важный мертвая древесина вот в диком лесу и и очень много и она на разной стадии разложения и интересно то что например когда это стоит просто еще сухостой до мертвое дерево то он служит местом питаниям для одного вида организмов когда это древесина разлагается там только начинала разлагаться это другой вид микроорганизм когда она же практически ее нет то это еще какие-то новые микроорганизмы то есть разные стадии разложения древесины помогают ну являются место обитанием для самых разных организмов и вот когда мы были в заказнике в этом вологодской области моя коллега показывала нам очень маленький лишайник просто не знаю несколько миллиметров который обитает исключительно на выволок деревьев на почве которая остается после выволов то есть когда эта почва уже упадает дерево начинает дальше разлагаться это лишайник все прекращает свое существование вот так что очень интересно как мертвая древесина способствует по сути жизни в диком лесу что тут еще интересного написала ну в целом в целом все понятно мне кажется я очень быстро траторю нормально ну а теперь можем перейти к теме с которой я непосредственно работаю в гринпис это выращивание леса маша предложила название зачем сажать лес я его исправила зачем выращивать потому что посадкой дело не заканчивается и даже не начинается то есть посадка леса это всего лишь один элемент вот на огромном таком градиенте всех действий которые нужно совершить чтобы лес вырос то есть такая шкала где-то ближе к началу наверно посадка и дальше еще много всего вот зачем же лес выращивать в первую очередь для того чтобы сохранить те самые дикие леса про которые мы с вами немножко поговорили их остается с каждым годом в россии и не только в россии все меньше и меньше вот их вырубают для для хозяйственного использования в первую очередь потому что население планеты у нас растет нужда в бумаге и различных товарах из древесины никуда не исчезает вот вот а грамотного лесовыращивания к сожалению в россии нет вот и поэтому лесопромышленники все дальше и дальше идут заготовками в дикий лес чтобы этого не было нужно организовать грамотное лесное хозяйство на уже освоенных землях то есть не одноразовое не использование древесины а все-таки вырастили посадили и снова вырастили хотя у нас сейчас обычно это примерно вырастет он сам вырос этот лес его срубили и дальше ну может быть посадили но если за посадкой не ухаживать то этот лес не вырастет тот лес который мы сажаем вот почему их важно сохранять ну здесь фотографии из архангельской области наверняка вы видели на google снимках такие кадры с каждым годом все больше и больше лес фаргментируется такой дикие массивы леса а он очень важен с точки зрения не биоразнообразия потому что там живет огромное количество самых разных организмов и с точки зрения борьбы с изменением климата потому что этот лес копит себе огромное количество углерода он будет продолжать это делать еще огромное количество лет если ему не мешать если конечно лесные пожары тоже не вмешаются в этот процесс но они происходят в основном по вине человека Чтобы этот лес вырастить, вообще лес у нас тот, который выращивают, тот, который рубят Он весь принадлежит государству, он растет на землях лесного фонда У нас частного лесовладения пока нет в стране, но мы работаем над этим Чтобы этот лес выращивать, выращивают лесные культуры в питомниках Собирают семена, выращивают сеянцы И затем высаживают эти лесные культуры на постоянное место из питомника Зачем это делается? Не для того, чтобы лес в целом вырос Потому что представьте рубку, какой-то квадрат или прямоугольник Вокруг него куча леса оставленного, и лес после вырубки обязательно насеется сам Вопрос, какой он будет, это уже другой вопрос Скорее всего, это будут пионерные породы деревьев, которые быстрее всего насеиваются Береза, осина, осина вообще корневую поросль очень большую дает Мы сажаем не для того, чтобы он вырос Мы сажаем, чтобы вырос лес определенной породы То есть тот, который нам нужен будет для дальнейшего использования в хозяйстве Ну не нам, видимо, а уже нашим потомкам через какое-то количество лет И чтобы выросли именно те породы, которые мы высаживаем А мы тратим на это ресурсы, да, и человеческие ресурсы, и финансовые ресурсы, и временные За этим лесом необходимо ухаживать Если не ухаживать, то в целом, что сажали, что не сажали, лес вырастет примерно один и тот же Вот смотрите, эта фотография сильно отличается от тех, которые я показывала вам до этого Это посадка, посадка сосны И я у вас хочу спросить, что здесь хорошо, а что не очень с этой посадкой На ваш взгляд Других видов не видать Кустарников нет Так, других видов не видать, кустарников нет Ага Между деревенем мало нет Что? Между деревенем мало нет Ага Так, еще какие-то есть варианты? Что хорошо может быть? Хорошо, что вообще посадили И вырастили Ага, отлично Пространство много в дереве Вот тут? Да Так Рядик, пожалуйста Еще какие-то комментарии? Ну, после нее, две разнообразия Это один и тот же вид Все, и как бы это минус Ага, ага Больше минус, чем плюс Ну вот смотрите, здесь вопрос цели и полагания, самый основной Этот лес для чего был посажен? Скорее всего, для того, чтобы его потом использовать в хозяйстве И чтобы его использовать в хозяйстве и эффективно за ним ухаживать Вот примерно такое расположение, оно удобно для ухода То есть, когда нет лишних кустарников, еще чего-то Человек пришел с мотокусторезом, разрядил этот лес, он дальше продолжает расти То есть, то, что здесь посажена монокультура сосны Это с точки зрения плантации, это нормально Она будет расти так или иначе Конечно, это высокая пожарная опасность То есть, за этим лесом все равно нужно присматривать обязательно Но, по крайней мере, здесь была посажена сосна И сосна выросла, а не выросла береза и осина, а сосна умерла Это хорошо Но вот правильный был комментарий, что мало места То есть, в таком возрасте вы видите, что сосна уже начинает вываливаться Потому что ей действительно места очень мало, света не хватает Если вы пойдете в лес и посмотрите на сосны, которые стоят на открытом пространстве У них крона занимает где-то три четверти дерева Ну, иногда две трети А здесь, я не знаю, может быть, одна шестая Это говорит о том, что сосне катастрофически не хватает света И она будет продолжать вываливаться, если ее не разрядить Но здесь уже даже опоздали немножко И когда будут разреживать, конечно, еще один важный момент У нас обычно, к сожалению, выбирают самые лучшие, оставляют такое Нужно наоборот делать Выбирать более слабые деревья на этапе рубки ухода Оставлять более крепкие, чтобы они, когда у них появится больше места вокруг Они, наоборот, набирали максимальную силу и развивались, росли дальше Так что этот лес нужно скорее разреживать Уж не знаю, случилось это или нет Так, и еще немножко про лесовосстановление Вот я вам говорила, что какой-никакой лес после вырубки вырастет самостоятельно Вот пример Это поросль осины Ей несколько месяцев от роду, она высотой уже полтора метра Она выросла с лета, когда лес вырубили в июне 2021 года И в сентябре уже была полутораметровыми деревцами Конечно, тут ее огромное количество И чтобы здесь лес не просто был полезный для биоразнообразия и климата А именно для хозяйствования Здесь в любом случае эту осину нужно будет разреживать В общем, много мероприятий нужно проводить Но что основное, что я хочу сказать Что если за посаженным лесом не ухаживать Вот посаженная, видите, елочка совсем маленькая Или нет, скорее всего, это сосенка Вокруг нее смыкается трава Особенно зимой, когда трава выросла летом Весной посадили, летом трава выросла Зимой снег навалился Если эту траву не убирать, просто елочки погибают Так что мой основной посыл Если вы планируете участвовать в посадке леса с лесничествами А в основном у нас в стране именно такие посадки Распахивают борозды, сеют туда сеянцы, сосны Или елки в основном хвойные То озадачьтесь вопросом, что будет с этими посадками дальше Просто ведь не хочется участвовать в мероприятиях Которые потом неизвестно, что с ними произойдет Посадка ради посадки, это, наверное, не очень хорошо По поводу ухода Здесь я написала, как уход в целом должен происходить Но, к сожалению, у нас в лесном хозяйстве денег недостаточно И поэтому по такой схеме уход не всегда случается Скорее, редко случается Когда лес только посажен, начинает расти в этих бороздах В дне борозды Вокруг него смыкается очень много травяной порсли Могут вырастать кустарники малины Какая-нибудь козья ива, трава На первом этапе ее нужно убирать Первые несколько лет с какой-то периодичностью Это называется агроуход То есть когда мы убираем травянистую порсль Которая первые годы затеняет наши сеянцы посаженные Чтобы они все-таки пошли в рост И уже были выше этой травы, более высокими И дальше смогли расти Это первый этап ухода С ним в целом справляются лесничества Занимаются им, он на слуху В тех же акциях «Посади лес» Они уже тоже начали проводить агроуходы за своими посадками Дальше траву мы убрали Деревья выросли выше, чем трава Хорошо, что идет дальше? Обязательно в распаханные борозды Насеиваются еще какие-то семена деревьев Чаще всего это береза И вот когда у нас уже сосенки Ну не знаю, там 7-летнего, например, возраста И вокруг куча березы и порослей Береза будет расти быстрее И она так или иначе тоже начнет затенять Наши посаженные деревья И ее тоже нужно убирать Этот уход называется осветление Его проводят чаще всего такими кусторезами Ну не именно штиль кусторезы, а в целом кусторезы То есть мы убираем конкурентов Нецелевые породы, которые мы не сажали Но они сами, конечно же, насеялись Но я повторюсь, это я говорю про хозяйственное выращивание леса Не для птичек и зверушек А для хозяйственного использования в дальнейшем Вот мы убрали эти деревья И дальше, когда они уже еще подросли Как вы думаете, что нужно еще делать? Когда вот, например, деревьям, посаженным где-то 15 лет Я вам подскажу Мы их сажали с расстоянием сантиметров в 50 Друг от друга Да, нужно убирать слабые То есть уже когда они Мы видим, в принципе, какие они по здоровью, по своему Как они растут Нам нужно выбирать слабые, их убирать Это еще один этап рубки ухода И оставлять наиболее жизнеспособные, крепкие И достаточное место вокруг них оставлять Чтобы они дальше росли здоровыми И, в общем, не умерли, не погибли Так что основная мысль, которую я хочу донести Это то, что посадить не значит вырастить Если вы участвуете в акциях То нужно думать наперед Что дальше будет с этим лесом Но здесь, конечно, не все от вас зависит Очень много зависит от финансирования Которого, к сожалению, не хватает В лесном хозяйстве сейчас Еще есть другое выращивание леса Это выращивание не для хозяйствования в дальнейшем Не для использования лесов Как хозяйственной древесины А для каких-то защитных функций То есть мы сажаем лес И в дальнейшем мы не планируем его вырубать Для того, чтобы он пошел на целлюлозу Или на мебель Это леса защитные Защитные леса В целом ими начали заниматься активно В 20 веке Докучаев вообще создал Огромное количество защитных лесополос В Воронежской области В целом малолесных регионах Там, где леса мало И вот эти даже небольшие лесополосы Они играют огромную роль Для окружающей экосистемы Они реки делают более полноводными И помогают снегу не так быстро Таять на полях То есть за счет того, что лес вокруг Все-таки климат там тоже Немножко смягчается И ветер не так сильно гоняет этот снег Очень большая проблема с оврагами Если вы откроете Google планета Земля Посмотрите малолесные регионы В основном это все, что южнее Москвы В том числе, если переместиться на восток То в Новосибирске очень много оврагов растет То есть там лес давно был вырублен Сведен под сельское хозяйство в основном И там куча эрозии Пересыхают водоемы, речки, ручьи Все на свете И вот такие небольшие посадки леса В таких местах Они с точки зрения экологии Биоразнообразия даже Они очень важные Вот здесь, на этой фотографии Эта фотография сделана 3 октября этого года Мы как раз сажали защитный лес В Национальном парке Угра Мы уже там 3 года его сажаем Вот В основном сажаем дубы И в этом году к ним подмешивали еще клёны Липы, вязы и ясени Создаем там широколиственный лес Потому что в тех местах в целом Это характерные леса для Национального парка Угра Вот Почему мы отмечаем дубочки колышками? Как вы думаете? Чтобы не затоптали Чтобы кто не затоптал? Грибники Хомяки Вы думаете, их остановит колышек? Я тебе уже нужен более тщательный уход Что? Я здесь нужен более тщательный уход Чтобы отмечать и склонышку Да, да То есть мы Я уже говорила, что уход важен при посадке И мы за этими деревцами будем ухаживать на следующий год Поскольку мы сажаем там уже третий год Мы уже приезжали ухаживать Летом мы приезжаем Отаптываем вокруг них траву То есть чтобы дубы тоже Ну это по сути агроуход Чтобы они начали Все-таки стали выше травы И начали получать достаточное количество света Но сейчас у нас уже там столько этих дубов Что я даже не знаю, каким Сколько людей нужно вовлекать в уход за этим лесом Потому что все обычно любят приезжать на посадку Это такое массовое действие Я тоже люблю Но уход не менее важен И вот теперь я буду думать, как в следующем году Привлечь волонтеров Всех желающих помочь с лесом Еще и в уход за этим лесом А как тебя привлекает? А у нас... Прикладывается информация? Да Да, у нас есть телеграм-канал У нас есть группа ВКонтакте Мы публикуем там информацию Приглашаем всех желающих И к нам можно присоединяться на разные выезды Но это я еще расскажу чуть-чуть попозже Просто вы далековато от Москвы? Да, далековато Но вот к нам в этом году 250 человек доехали Своим ходом Вот А из Москвы просто собирают транспорт? Да, я знаю Мы тоже так организовывали Просто из-за ковида В этом году не стали так делать Ну посмотрим, как дальше будет Надеюсь, все лучше будет Но когда мы выезжаем маленькими группами Мы на своем транспорте ездим Там где-то человек 10 собирается И мы поехали на офисной машине Так, да Вот тоже вопрос Почему, как вы думаете За лесом посаженным в дно борозды За культурами Нужно чаще ухаживать Чем за лесом посаженным Вот так, как мы сажаем сейчас То есть на большом расстоянии И не в распаханной борозды А под лопату Не знаю, сильнее вымывает водой Потому что канала про шея Нет? Ну вода там, конечно, бывает Скапливается, да Это тоже из-за этого саженцы гибнут Сеянцы Вот Ну смотрите Здесь перепаханная почва И сюда просто куча всего насеется Вот в первый же год там будут заросли Где-то по пояс А здесь, когда мы просто перекапываем Какой-то небольшой квадратик И сажаем сеянцы под лопату Вокруг дернина И туда просто нет возможности Насеяться огромному количеству Других всяких природных элементов Ну и мы сажаем У нас расстояние где-то Порядка трех метров между деревьями То есть нам нужно будет реже проводить разреживание Еще неизвестно через сколько лет Поскольку и конкуренции нет Со стороны березы Там и осины, например Ну и Сами деревья Друг другу не будут мешать На первых этапах жизни Вот Но это я еще чуть-чуть перепутала Тут запутала вас В целом В защитном лесоразведении Вот то, о чем я вам говорила Там даже если Насеются и другие породы То это хорошо Потому что мы опять же Выращиваем лес Не для хозяйственного использования Конкретные породы целевые А в целом, чтобы он был Обычно такой лес Создается на новых местах Где леса давно уже не было Поэтому даже если там насеется еще кто-то Кроме наших дубов Там вязов и лип Это очень даже хорошо Но им это будет проблематично сделать Это на территории национального парка Входит в границы национального парка Но Проблема там есть Большая проблема с пожарами Вот я как раз перешла к этому пункту Здесь даже присутствует доброволец Который на этой фотографии Вот То есть Когда мы сажаем лес Вот на этих небольших каких-то неудобьях Кромках, оврагах На сельхозке На заброшенной какой-то Или выбывшей из использования Вокруг речек Очень часто жгут траву У нас в стране Но вы наверняка об этом знаете Весной каждый год у нас Эпопея с тушением травы С весенними палами огня Хотя это уже противозаконно Уже как 6 лет Все равно продолжают жечь Вот на месте наших посадок Мы даже дежурство организовывали В этом году Потому что жгут Даже зная о том, что рядом молодой лес Потому что надеются, что смогут потушить И все это все равно выходит За пределы своих участков Жгут не только мелкие собственники земли Но и крупные тоже Сельхозпредприятия Очень большая проблема То есть вот С защитным лесом То есть его тоже нужно по сути защищать Чтобы он вырос Потому что пока мы эту проблему С палами травы не поборем Очень сложно таким лесам Превратиться из молодых уже в зрелые Но проводится работа большая По профилактике таких палов И работа с местным населением И с детьми на будущее Но про это, я думаю, ребята На следующей лекции подробнее расскажут В этом году В 150 метрах от посадок наших Остановили большой пал 7 человек тушили Вот смогли остановить Если бы там, например, не было дежурства То, конечно, большой вопрос Смогли бы мы остановить В Сатагоне или нет Так что, да Посадить не значит вырастить Много еще возни предстоит И вот возня, пожалуйста, на фотографии Это лесной питомник Где мы выращиваем сеянцы Для наших посадок Мы сейчас сосредоточились На выращивании широколистых пород Потому что их вообще в России Если взглянуть на карту целиком Осталось очень мало В основном зона, ареал этих лесов Это чернозем Сейчас там сельскохозяйственные угодья Все, что южнее Москвы Леса были сведены Остались просто небольшие клочки Козельские засики В Калужской области Тульские засики В Туле А в целом там просто лесов нет Поэтому мы хотим восстанавливать Популяцию вот этих широколистых пород Если вы будете так или иначе Причастны к выращиванию леса То я вас тоже попрошу обратить внимание Вот именно на наши исконные Широколистые деревья Которых становится все меньше и меньше Ну а дуб вообще самостоятельно Очень проблематично Распространяется, размножается Поэтому его сажать Прям благое дело Мы не сажаем интродуценты То есть виды не местные Не характерные для нашей страны Вот Даже не то, что для страны А конкретно для регионов То есть в каждом регионе Есть свои растения Свои деревья, которые нужно сажать Неместные виды не сажаем Вы можете вообще сказать Может быть кто-то знает Пример интродуцента дерева То есть дерево, которое не характерно Для местности Какой-то ясеный Он не задор американский То есть канадский Очень распространяется У нас хорошо растет И любит все другие леса Да Он называется клен ясенелистный Вот Я вам сейчас его покажу Вот он Здесь он красного цвета Но это просто Мы к осени готовили карточки эти По сбору семян Вот Он просто заполонил уже все Он даже добрался до Ленточных боров в Алтайском крае То есть он подселяется К сосновым барам И там тоже начинает вытеснять Местные виды Вот Очень опасное дерево Уже неизвестно, как с ним бороться Он начал распространяться Вообще бесконтрольно Еще есть дуб красный Многие любят собирать его желуди Они достаточно красивые Кругленькие Но мы тоже не подсаживаем его в лес Вот Потому что Тоже может быть угрозой Для местных экосистем Например, в Белоруссии В Беловежской пуще Уже ведут с ним борьбу Потому что он начал вытеснять Элементы, которые там В национальном парке И как бы это их исконное место обитания Вот Поэтому, если будете сажать дубы То обращайте внимание На наш вид Дуб черешчатый Вот Очень поможете Если будете его сажать У него желуди длинные Отличаются от желудей Дуба красного Да Как-то у меня получилось Что я по нисходящей Иду от посадок Вот к сбору семян Перешла В этом году Очень урожайный год Желудевый Можно попробовать Поворачивать самостоятельно Дубы Мы уже насобирали много желудей Передали их в нацпарк Они их скоро посеют В питомнике Вот Желуди Лучше сеять Проще сеять Или сразу осенью Как только вы их собрали Сразу в землю их посеете Они там будут зимовать Или же Если вы хотите Ну Их выращивать То можно собрать их весной Уже прорастающие Просто под дубовыми деревьями Если вам, например, осенью Их некуда посеять Вот То можно собрать весной И поворачивать даже в горшочке Вот Как вы думаете Почему Не стоит выращивать желудь Зимой в горшочке дома Вот Вы, например, сейчас собрали И Почему не стоит его дома выращивать В течение зимой Я не расслышала Для него не характерно просто В это время Порастать Да, да Конечно Он зимой должен спать Да У него все-таки тоже есть Биологические часы свои Вот Поэтому он зимой спит Или если вы его собрали То его нужно Он проходит стратификацию То есть хранение в холоде И потом уже весной Мы его высеваем Вот Когда началась самоизоляция Или как это еще назвать Карантин Я решила поэкспериментировать С посевом Клёна астролистного Вот просто собрала В парке его проростки Сходы Под деревом Где-то в апреле И за лето Они уже нормальные Таки выросли Зимой перезимовали И весной Я уже посадила их На постоянное место Он очень благодарно растет Его легко собирать Легко сажать Такое прям дерево Ну хорошо растет Мы боимся даже Как бы он нам На наших посадках Дубовые наши саженцы Не затмил Но у нас его немного Благо Так что Клен тоже можно выращивать Это просто В отличие например От ясени и липы Там у них Больше сложностей С хранением С прорастанием У нас есть пособие Как вырастить лес Я его отправлю Маше Можно просто написать В спортмарафон Пришлите И Маша пришлет Какую-нибудь ссылку На него Там все очень подробно Рассказано Про выращивание Самых разных пород деревьев Написал руководитель Лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко Ну я почти уже Закончила с вами общаться Хочу сказать только Про смешанный лес И однопородный лес Вот мы говорили что Посадки сосны Если они выращиваются Для хозяйственных целей То это нормально В целом Но вот если мы говорим Про леса защитные Какие-то То лучше конечно Их выращивать Более приближенным К естественным условиям Вот например В Подмосковье Где все леса защитные Не предназначены Для коммерческих рубок В 2010 году После пожаров Размножился очень сильно Края типограф И потом пострадало Где-то две трети Всех еловых лесов Их сейчас активно Восстанавливают Вот То есть просто он Ну уничтожил Огромное количество Деревьев еловых Если бы там Был смешанный лес То возможно бы Это не так сильно Сказалось В целом На На насаждениях Вот И Еще один момент То что Я уже начинаю заговариваться Если мы сажаем Широколиственные леса Вот которые я перечислила Породы Вязы, липы, дубы И все такое То они будут Более устойчивы К пожарам Как вы думаете Почему? И они сухие еще Подстилка В хвойном лесу Просто возгорается Как спички Очень опасно Конечно Летом Там костры жечь Все такое Вот Да Поэтому Широколиственные леса Все-таки Из-за того Что у них более влажно Они более Ну способны Как-то противостоять Пожарам Не знаю уж Насколько хорошо Но все равно Более устойчивы Чем те же сосновые леса Фотографии Сеянцев дуба Которые мы прикопали Не успели досадить Прикопали до весны Будем весной досаживать В национальном парке Угра Вот Я уже вам рассказала Что в этом году Урожай желудей хороший Можно выращивать Приглашаю вас к нам на посадки Мы каждую осень Ездим в нацпарк У нас где-то Ну один раз в год У нас большое мероприятие И В течение года Начиная с апреля У нас выезды в питомник Где мы выращиваем Сеянцы для посадок У нас выезды на Сами посадки Где мы ухаживаем За деревьями Вот Всегда рады Новым лицам У нас очень дружные Ребята Всегда приезжают Так что Если вам интересно Буду рада Увидеть вас В наших мероприятиях Вот наверное все Здесь я собрала Кучу контактов Всяческих У нас отличный лесной канал Обязательно его прорекламирую Это лесной канал Greenpeace Forest Forum На ютубе То есть обычно Ну читать не всегда Всем хочется А вот смотреть видео Обычательное Познавательное Прям очень рекомендую Мы их снимаем В самых разных местах страны На разные темы Короче Если хотите побольше Знать про лес То приобщайтесь Вот Если есть какие-то вопросы Я отвечу с удовольствием Мне можно писать В телеграм Или в инстаграм Скажите А как с корейдом борются Просто у нас был С работы Вы возили Недавно на посадку Сосен Они распахивали Тоже вот эти борозды делали И сказали Что на этом месте Как раз короедом Все Уничтожен был лес Просто новые саженцы Они не погибнут А что вы сажали? Сосну А короед любит елку А, то есть Поменяли породу Но лучше конечно сажать Смешанный лес Вот мы когда сажали С лесничествами С 2011 по 2018 год Мы примешивали туда дуб То есть Сажались хвойные С примесью дуба Чтобы такие леса Более стойкими были К нашествию Ну и там Если вот По нюансам Это надо Вовремя убирать Мертвую древесину Если он начинает Размножаться Знать когда у него Там цикл вылета То есть Такие нюансы Я думаю Лесники должны В этом разбираться Как-то вовремя С этим Просто После 2010 года Было огромное количество Мертвой древесины И даже не успели Они сориентироваться Ну там даже От лесопосадки Заходишь Чтобы в сторону Сажали Там такой Бурелом Поварен Да Очень много Сейчас Какую-то часть Надо убирать Бурелом Если он заражен Конечно надо убирать Просто знать Когда именно У него там В одно время Он заселяется Потом в другое время Он приглашает К себе самок Нескольких Потом у них там Размножение Расползание этих детенышей Нужно точно знать Время Когда это все происходит Вот Чтобы предотвратить Но это нужно Чтобы лесопатологи Всякие там Работали на месте Разбирающиеся В Подмосковье Я хожу в лес И Ну как везде Раньше Если проходил Я по лесу уже давно С отцом ходил 20 лет Ручей Чистые И Проходили Это полностью территория От подкорма До подкорма Одно дерево Вот как перешагали А сейчас Это захочешь Просто прелом Вот как В дальнейшем Уже понятный Климат И Организация Человечества Все это Влияет Но Сейчас Мало лесников Сейчас Фестер практически Не чистится В дальнейшем Как вот это все Просмотрит И то, что там Спирюля Категория Лесородская Преумная Они в этот Плющение Сложили Я уже и писал Где в ней письмо Ну вот Я понимаю Вашу боль Очень хорошо У нас в целом В лесном хозяйстве Бардак Вот вы этого Воочию видите Вот сложно сказать Как будет дальше Сложно Нужен общественный запрос На грамотное лесное Вообще Хозяйство Нужно, чтобы люди В целом Повышали уровень Осознанности Вообще Что происходит в лесах Что должно происходить Как-то, чтобы влиять Я предлагаю Взлет туда сделать Может вы что-то Я, это вообще Хорошая мысль Выставить ее в страничку Но от меня Масло задать Надо обменяться С контактами Я думаю Вот Мы стараемся Просвещать Вот наш лесной канал На ютубе Сейчас там Сколько Одиннадцать тысяч подписчиков Тоже Если У вас болит Сердечко Про лес Тоже Распространяйте Информацию Чтобы люди Все-таки Начинали Лучше понимать Что вообще происходит И как оно должно быть Тогда, мне кажется Будут какие-то изменения В лучшую сторону Вот У меня возник вопрос Вы рассказывали Что есть Скажем так Наш дуб И не наш дуб Наш темный И не наш днем С точки зрения природы Не человека В целом С точки зрения природы В природе Какая разница Наш дуб Или наш И главное Чтобы был лес Чтобы как-то Что-то развивалось Потому что это Этап Грубо говоря Какой-то эволюции Развития Нежели защиты Зачем нам Защищать наш дуб От не нашего То есть Условно говоря Животным Не важно Чья трава Она Трава И не Ну В целом Как раз таки Я говорила Не с точки зрения человека Потому что Нам-то хорошо Хоть он красный дуб Хоть он черешечатый дуб А с точки зрения природы Потому что Очень многие виды Подавляются Тем же клёном Ясенелистным Исконные какие-то породы Которыми питаются Организмы Которые живут У нас здесь Конкретно в местности Просто они теряют Какие-то свои Места обитания Или пищевую базу Какую-то Поэтому Вот этого замеса Пород Хочется не допустить Вот например Тисосамшитовая роща В Сочинском парке Вы слышали про неё? К Олимпиаде В 2014 году Завезли Саженцы из Италии Неместные И сейчас Тисосамшитовая роща Практически погибла Самшит весь истреблён Там 5% Где-то осталось Живых деревьев За счёт того Что завезли С этими саженцами Чужеродную Гусеницу Которая эти деревья Просто с удовольствием Все съела А вредители Которые бы ей Противостояли Там на месте Их нет И лес мы потеряли По сути Из-за того Что завезли Чужеродный организм Поэтому лучше бы Конечно Вот так не миксовать Вот У нас есть подробная статья На эту тему Я могу вам прислать Если интересно А с кем можно ещё Сажать лес Если не с греймпиаде? Я бы советовала Пробовать самостоятельно У нас сейчас идёт работа С волонтёрскими группами В разных регионах Которые вот Как раз занимаются Не посадкой с лесничествами А посадкой вот этих Небольших защитных лесов По берегам рек По кромкам То есть они сами выращивают Какой-то посадочный материал Немного Там не знаю Сто саженцев Может вырастить каждый Условно на даче Это вообще не проблема И просто самостоятельно сажать Мы договариваемся С местной администрацией Просто посёлков Ребят Давайте вот здесь У вас здесь рекреационная зона Мы хотим здесь высадить лес Поддержите? Да И вот Будем сажать А с точки зрения Законно ли это Сажать Не знаю Лес В возле речки Ну вот это нужно Согласовывать С местной администрацией То есть если мы Будем сажать На сельхозудгоди Конечно это незаконно Но там где Не ведётся Сельское хозяйство Просто на местах Конкретно смотреть Например здесь Склон И понятно что Здесь не будут Заниматься там Выпасом Или выращиванием Каких-то культур То можно договориться О том чтобы этот лес Выращивать И более того Если работать С администрацией вместе То она Ну местное население И администрация Обеспечивать будут Какую-то всё-таки Защиту этому лесу Потому что это в их интересах Чтобы лес там рос Вот Так что Во многом здесь По понятиям работа Но можно договариваться Ну как и всё В нашей стране Можете рассказать Что будет В Сибири Где всё сгорело А на этот вопрос Вам ответят ребята Из добровольных Лесных пожарных Про сгоревшие леса Они наверное Меня уже там проклинают И пусть Очень много Войных Можно ли туда посадить Сделать смешный лес Потому что там Очень много войных И там реально Вспыхные пожары Это очень легко Вот Смотрите Тут проблема в чём В том что Посадить не значит вырастить То есть мы можем туда Пригнать кучу добровольцев Или лесников И посадить там лес Но на огромных территориях Якутии Просто нет Достаточного количества Лесников Чтобы за этим лесом Ухаживать Присматривать И так далее То есть Он там в любом случае Будет сам восстанавливаться Разнообразный Не именно тот Который там погорел Там семена налетят Самые разные Но просто чтобы там Целенаправленно выращивать Нужны людские ресурсы Именно выращивать То что посадить Ну это один день Мы взяли и посадили Но что будет дальше Нужно обязательно ухаживать За таким лесом А бы какой лес Для природы Он вырастет в любом случае Самостоятельно Какие сроки А бы какого Ну вот смотрите Я вам показывала порсель осины За три месяца Полтора метра она выросла Зависит от пород Но он будет расти В любом случае Тут важно пожары Не допускать Вот это наверное Самое больное Лес будет расти Но если будут продолжаться пожары С какой-то периодичностью Особенно То просто в целом Лесная экосистема Будет деградировать И превращаться скорее В что-то такое степное Вот Поэтому здесь основная боль Это охрана от пожаров А чем плохо? А какой лес? Или он неплох? Для климата Для природы Он в целом неплох Но нам же нужна Нужна древесина для хозяйства Если у нас на месте пожаров Там например Или вырубок Будет расти А бы какой лес То мы будем С нашими промышленными рубками Заходить все дальше и дальше В дикие леса Которых все меньше и меньше остается Это вот Только в этом Ну как бы В этом ключе А бы какой лес Нам не очень хорошо То есть здесь видите Все зависит от цели полагания Для человека Одно хорошо Для природы В целом все хорошо Природит Какая разница По большому счету Но мы вырубаем И вырубаем Дикие леса И поэтому А бы какой лес Конечно Но его нужно выращивать Выращивать Чтобы в дикие леса Не залезать Вот А кто сейчас активно выращивает Я видела Что в Пакистане Там есть регион Где они проработают А вы имеете в виду Других стран Новая Зеландия Большие молодцы Они выращивают Просто огромное количество Именно древесины Плантационные То есть у них прям Плантации конкретно Под выращивание леса И у них там Я вот боюсь С цифрами вас напутать Но вот Насколько я помню У них экспорт древесины Примерно сравним С российским экспортом Древесины Но представьте Новую Зеландию И представьте Россию То есть там поставлена цель Выращивать лес Вот именно выращивать Как условно морковку На огороде Они этим занимаются Очень успешно В Китае тоже Пример успешного Лесоразведения На бывшей сельхозземле То есть там Где они понимают Что здесь уже Сельским хозяйством Нерационально заниматься Они выращивают лес Потому что он менее прихотлив К почвенным требованиям И пожалуйста Тоже будут продавать Этот лес потом Вот В новой Господи Не новой Зеландии Сейчас В Австралии В одном из штатов Штат Западной Австралии Не так давно В целом запретили Вырубку дикого леса То есть вообще В заповедниках Нацпарках В целом дикие леса Там конечно немного Но все равно Они вообще полный запрет установили Будут заниматься С исключительно выращиванием леса Которые будут вырубать То есть если хотите вырубить Будьте добры вырастите А вот дикие леса Будут в нетронутом состоянии Нам бы конечно тоже Такого добиться Но для этого нам нужно На финансирование В лесное хозяйство И специалисты Скажите У нас сейчас Ну вот пока мы создаем Дубовую основу Да Вот в этом году Начали подсаживать Другие широколистые породы Планируем посадить терн Вот будем собирать плоды Вот можно сказать На следующей неделе Вот планируем подсаживать Какие-то Ну условно первоцветы Просто туда тоже Когда уже лес Немножко поднимется Вот так что вот Местные виды Которые там Ну вот В реалиях Национального парка Угра Обитают Мы планируем их тоже Туда заселять Но это именно растения Животных вроде пока Не планировали Но там бобры живут Там на речке Это конечно опасно Для леса Можно всякие там Дождевых червей добавить Чтобы они почву там Улучшили Это интересная идея Я думаю что мы будем Тоже что-то такое думать Но нам сейчас Основная задача Это вот чтобы лес Не сгорел Это прям самая такая Большая боль Потому что в 20-м году Из-за ковида Мы не смогли организовать Какое-то дежурство И кто-то поджег И часть дубов Погорела У них сейчас новая порсль пошла Но мы сажали их Вот примерно вот такой высоты А сейчас они обнулились И вот где-то С щиколотки Опять начинают расти Ну то есть Вот основное Это чтобы он Хотя бы какой-то Может быть Чтобы ему хотя бы Лет 5 было Чтобы он начал расти А потом да Будем подсаживать что-то Обязательно Да Там прям на месте Какое-то разделение Широкой полосы Делали У нас там Минерализованная полоса Вокруг посадок У нас там прокосы широкие Если сильный ветер Огонь все равно Перебрасывается Так что конечно Основное Это не сжечь Минерализованная полоса Субтитры создавал DimaTorzok